Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». И сегодня с гостьей студии мы будем говорить о работе депутата Палаты представителей Национального собрания в его избирательном округе. Присоединяйтесь! Галина Васильевна Филиппович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Член постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. В 1989 году получила специальность учителя математики в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. В 2009 году с отличием окончила Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное и местное управление. Трудовую деятельность начинала в Петриковском районе. В 1995 году с семьей вернулась в родной Светлогорский район. На протяжении 18 лет работала в системе образования, заведующей детским садом, учителем математики и информатики, заместителем директора и директором школы. Шесть лет возглавляла отдел образования, избиралась депутатом районного и областного совета депутатов. С 2007 года по 2012 Галина Филиппович была председателем Светлогорского районного совета депутатов. В 2012 году избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2009 года возглавляет Светлогорскую районную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин», является членом правления Республиканской организации. Свои вопросы Галине Филипповичу вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Галина Васильевна. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, телезрители. Галина Васильевна, Ваша судьба распорядилась так, что почти вся жизнь очень тесно связана со Светлогорским районом. Вы там родились, там начинали работать, были депутатом и председателем районного совета депутатов. Вы теперь представляете этот округ в парламенте. Какие памятные места Светлогорского района вы бы посоветовали посетить тому, кто никогда там не был? Мне бы хотелось для всех наших зрителей Гомельской области сказать, что наш Светлогорск называется по-особому. У него есть в названии еще Светлогорск на Березине. И поэтому уже так распорядилась судьба, что мы имеем возможность сегодня иметь самая, наверное, главная наша достопримечательность. Это нашу красивую реку с ее всеми прилегающими территориями. Поэтому светлогорцы к этому относятся очень бережно. И я бы сегодня вот так сразу сходу назвала бы такие ценности, как наша ветряная мельница, появившаяся по инициативе нашего же земляка в Никулином хуторе. И та первозданная природа, которая ее окружает, конечно, приносит особые ощущения, посещая эти места. Не могу, конечно, не остановиться в том, что смогли светлогорцы при поддержке руководства области создание памятного знака на месте начала операции «Багратион». И сегодня это уникальное место для всех туристов нашей Республики Беларусь, поскольку находится на одной из главных наших автомобильных магистралей. И поэтому, когда ты проезжаешь мимо и видишь, что там просто случайные проезжающие люди останавливаются, гуляют с детьми, фотографируются и прикасаются к нашей истории, нашего района и нашей истории страны. Поэтому сегодня, наверное, мы, как районный центр, можем гордиться учреждениями культуры, которые у нас работают, и замечательная картинная галерея, которая дает возможность знакомиться с искусством всех известных белорусских художников, маститых художников, которые своими работами покоряют далекое зарубежье, и потом приезжают в маленький город Светлогорск, чтобы с таким же отношением, с таким же вдохновением открыть или закрыть свою выставку. Замечательный музей, который собрал все знаковые, наверное, события. И вот из всего это два места, которые нас относят в далекую историю. Это по итогам научных экспедиций, по раскопкам уже мы можем говорить, что Светлогорск не настолько молод, как это сегодня известно у нас в стране, что один из молодых, недавно появившихся на карте Белоруссии город. Поэтому я думаю, что каждый, кто решит посетить или проехать мимо, обязательно найдет что-то для себя интересное. И я думаю, что Светлогорщина оставит приятный след в душе и в сердце каждого гостя нашего района. Столько любви, столько тепла, столько гордости в ваших словах. Мы, наверное, могли бы долго еще об этом говорить. Но скажите, пожалуйста, постоянная комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, в составе которой вы работаете. Какие решения на нее возложены в Белорусском парламенте? Хочу сказать, что в Палате представителей создано 14 постоянных комиссий, которые по своей сути, по своему содержанию отражают практически все сферы жизни нашего общества и государства. В отношении нашей комиссии, конечно, это главные вопросы, связанные с управлением государства и в отношении законодательной базы, которая к этому имеет отношение. Самые последние работы, которые коснулись непосредственно нашей комиссии, это изменения в избирательный кодекс. Это работа, которая ведется в отношении закона о государственных служащих. Это сегодня наша нормативная вся документация, тот же рекламент, за который отвечает наша комиссия в честь организации работы Палаты представителей. Но и другие. Единственное, я хотела бы пояснить, что у нас нет строгого разделения, и поэтому по решению Совета Палаты комиссии может быть поручена работа над любым законопроектом. И в моей практике были такие абсолютно, казалось, несвойственные с комиссией государственного строительства законы, как, например, отмена визового режима с Турцией, вопрос совершенствования закона о госнаградах, совершенствование законодательства в отношении комитета государственного контроля и так далее. Поэтому депутаты сегодня, по сути дела, работают над всеми законами, которые внесены в Палату представителей. Спасибо, Галина Васильевна. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Елена, город Светлогорск. Галина Васильевна, меня интересует, как молодую маму будет ли в нашем городе благоустроенный парк, где бы мы могли с детьми играть. Спасибо большое, Елена. Я думала, что к этому вопросу мы чуть позже перейдем. Ну, наверное, раз уже человек дозвонился. Я думаю, что для жителей города Светлогорска эта тема настолько волнующая. Она, конечно, переносится от встречи к встрече, от трудового коллектива до трудового коллектива. И вот таким образом и частным образом люди задают вопрос, потому что, конечно, та территория парковой зоны, она сохранена, она не отнесена ни к каким там застройкам, но само содержание, конечно, сегодня требует наполнения. И причиной стало отсутствие нужного финансирования. Хотела бы проинформировать, если кто не знает, или вот молодежь, если приехавшие в наш город, что до недавнего мы закончили реализацию одного из таких не менее важных проектов, как обустройство нашей набережной площади. Она увеличилась по своей площади, по продолжительности. Она является таким же излюбленным местом для наших молодежи. Это место в городе, где проходят самые знаковые патриотические акции, мероприятия, митинги, праздники государственные. Отмечаются праздники государственные. Но и хотелось, уже пользуясь случаем, поскольку тема поднята в очередной раз, вот нашей телезрительницей, жительницей города Светлогорска, последнее решение районного исполнительного комитета, который вернулся в очередной раз к теме благоустройства в целом городе, принято решение обустроить парковую зону. Для светлогорцев это будет понятно между кафе «Бриллиантом» и спортивным комплексом ЦКК с пешеходными дорожками. Расширена та пешеходная зона, которая сегодня существует, обустроена. И, конечно, появятся там открытые площадки для детей, для молодежи. Поэтому таким вот первым на ближайшее время серьезным проектом для всех наших служб и, в частности, что берет на себя местная власть, это положить начало обустройства через эту территорию парковой зоны, где я назвала. Спасибо большое за столь подробный ответ. Галина Васильевна, давайте продолжим разговор о деятельности депутата Галины Филиппович в избирательном округе. Скажите, пожалуйста, насколько часто вам удается встречаться со своими избирателями? Чем отличается вообще работа депутата в Палате представителей? Тем, что в Нижнюю Палату депутаты избираются на профессиональной основе. И поэтому мы, оставив свои рабочие места, уволившись, освободив. Сегодня, конечно, основным местом у нас считается Палата представителей в городе Минске. Но, согласно нашего регламента, одна неделя каждого месяца отводится для работы в избирательном округе. Нельзя сказать, что она привязана, там, первая или вторая или третья. Поэтому мы каждый раз информируем наших избирателей через местные средства информации о дате работы депутата, о том, какие пройдутся с участием депутата. Ну, в первую очередь, это приемы граждан, горячие линии. Поэтому каждый месяц мы возвращаем свои избирательные округа. Как бы вы охарактеризовали все изменения, которые произошли в округе за прошедшие 4 года? Замечаете их? Ну, как всем хотелось бы большего. Конечно. Я так считаю, что это нормальное желание всех людей стремиться всегда к большему. Конечно, в силу разных объективных причин мы, наверное, не реализовали все задуманное, то, что вынашивалось и обещалось, наверное, нашим жителям. Но в конечном итоге, конечно, процессы эти идут. В конечном итоге мы приступили к строительству нового микрорайона. Это идет речь. Наш седьмой микрорайон, восьмой в проекте уже обсуждается. То есть уже изменили границы нашего города и приступили к их застройке. То, что сегодня, наверное, больше всего ждут наши жители, это идет в соответствии с графиком строительства завода беленой целлюлозы. И к нам приходят новые технологии в химической промышленности. А Светлогорск – это город химиков. И сегодня мы имеем достаточно серьезное производство у себя в городе. Но и то, что, наверное, просто людям нужно. Это новые рабочие места, которые очень актуальны. Поэтому, замахнувшись на реализацию такого серьезного проекта, я горжусь своими земляками, что они достойно справляются. И в конечном итоге мы получим сегодня уже обновленный, абсолютно современный завод. И, надо сказать, что новый уровень и рабочих мест, наверное, и условий, которые там будут созданы. Поэтому они идут, эти процессы происходят. Но я повторюсь, наверное, как и все мои земляки, хотелось бы, конечно, большего. Ну, справедливо будет сказать, что и 4 года-то эти были не самыми простыми. И многие планы пришлось корректировать в связи с объективными причинами. Ну, а местные власти помогают в решении актуальных вопросов? Всегда ли находите общий язык? Должна сказать, что вообще, в целом, решить какую-то глобальную проблему в одиночку, это невозможно. И сегодня у нас у действующих депутатов Палаты представителей идет такой отчетный период о решенных вопросах. Поэтому, выступая перед своими избирателями, встречаясь в трудовых коллективах, я, конечно, говорю, что я не могу сказать, что я решила. Это неправильно. Потому что то, что удалось решить, это, собственно говоря, решение и многих должностных лиц, и многих органов государственной власти. И понятно, что без взаимодействия на местах с районным исполнительным комитетом, с районным советом депутатов у нас бы этого никогда не получилось. Немножко цифру. За время моих полномочий обратилось более 500 человек. Только 12 – это были предложения, касающиеся изменений и дополнений законодательной базы. Основная масса вопросов – это касалось чисто наших внутренних районных проблем. И, сами понимаете, без реагирования на местах, служб, ведомств района, организации района, понятно, что мы бы погрязли, наверное, вообще в этой переписке и в недовольстве наших людей. И поэтому, по сути дела, стояла задача одна перед всеми – максимально оперативно снимать вопросы. И поэтому то, что сегодня получился такой достаточно конкретный мой отчет – это, конечно, заслуга всех ветвей власти и всех уровней власти. Я бы вот так даже сказала. Ну, а я предлагаю сейчас посмотреть сюжет. Накануне наши корреспонденты побывали в Светлогорском районе и поинтересовались, как там идут дела. Продолжение следует... Как приняли начало работ, говорят, теперь их жизнь станет не просто удобной, но и современной. Ну, начиналось еще с 2010 года, когда сказали, что будут ложить газопровод в Паричи, газифицировать большие эти дома трехэтажные, чтобы не подвозить газ. И в 2014 году у нас уже ложился газопровод со Светлогорска до Паричи. И у нас 21 февраля было собрание, создали кооператив. И вот начались заявления от людей. Всего газифицируют 76 домов, в которых проживает примерно половина населения агрогородка. Ожидается, что все необходимые работы газовики завершат в августе, а уже в сентябре будет подключено газовое оборудование в домах. Ольга Тедеева с гордостью показывает установленную на кухне новую систему отопления. Женщина уже более 10 лет находится на пенсии, говорит, в силу возраста жизнь на селе с годами становится сложнее. А ведь среди жителей Козловки немало и тех, кому за 80. Для них газификация – значительный шаг навстречу комфорту. Если будет газификация у нашей деревни, конечно, уже не будем носить дрова, особенно для пенсионеров это вообще хорошо будет. Золу там убираем, мусора меньше будет, все это. То уже жизнь к лучшему идет. И вода горячая будет у нас уже, все условия. Жители Козловки вообще довольны этим, что у нас газовое отопление. Забота о подрастающем поколении – залог успешного будущего всей страны. Когда речь идет об образовании, важно не только качественно организовать учебный процесс, но и создать комфортные условия для обучения. В Черковической средней школе имени Стефановского долгое время остро стоял вопрос замены оконных блоков. В осенне-зимний период в отдельных классах температура составляла всего 12 градусов. Решить проблему помогло обращение к депутату Палаты представителей. Замена оконных блоков была первоочередной задачей. И, конечно, назрела необходимость обратиться к депутату Палаты представителей Филипповичу Галине Васильевне. И спасибо ей. Она дала запрос управлению образованием. Гомельской области полкома нам были выделены средства для замены оконных блоков во всех учебных кабинетах. Светлогорск – самый молодой город нашего региона, но уже приобрел свой неповторимый облик и стиль. Большое внимание здесь уделяется развитию молодежных инициатив. На один из приемов к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галине Филиппович пришла группа школьников. Ребята высказали предложение о создании площадки для роллеров, скейтбордистов и велосипедистов в BMX. Не прошло и двух недель в райцентре приступили к реализации молодежного проекта. Опробовать спортивную площадку все желающие смогли уже в день города, в сентябре прошлого года. Тут ты показываешь финты, всю красоту, все смотрят, все наблюдают, всем нравится. Я ездил в Речицу, ездил в Гомель, ездил в Мозрик. Площадка вот по такому лучше сделана здесь. В Речице то, что там большие сделаны, но, конечно, хорошо для скейтбори, для скейтов. Это нормально учиться, но здесь для начала самое лучшее. Особенно здесь многолюдно в вечернее время. Ребята с пользой проводят досуга, главное, популяризируют среди сверстников спорт и здоровый образ жизни. Вы смотрите диалог. У нас в гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Васильевна Филиппович. И мы принимаем телефонный звонок в студии прямого эфира. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, это Наталья Гавриленко, Светлогорский район. Я звоню по поручению жителей деревни Черковичи. У нас решен вроде бы и маленький вопрос, но для нас очень важный. У нас были в деревне только остановочные пункты. Населенный пункт очень большой, возле пригородной. И благодаря Галине Васильевне и ее помощи у нас построена, благоустроена автобусная остановка. Поэтому большое спасибо и, я думаю, успехов Галине Васильевне вот именно в решении таких небольших вопросов именно наших жителей, нашего региона. Спасибо. Спасибо за звонок. Я думаю, что не бывает небольших вопросов, что для кого-то всегда это вопрос первостепенной важности. Ну, собственно говоря, вот тот сюжет, который мы посмотрели, я хотела бы сказать, что все эти проблемы имеют, конечно, очень большую историю. Что касается газификации Козловки, это, собственно говоря, только промежуточное решение того наказа избирателей, которые прозвучали в ходе предвыборной кампании во время предыдущих выборов депутатов Палаты представителей. И должна сказать, что кроме газификации агрогородка Козловка будет решена главная наша проблема, это газификация малого города Паричи. Что, собственно говоря, вынудило и меня, как депутата, обратиться в Министерство энергетики. И при поддержке председателя областного исполнительного комитета была скорректирована программа. Поскольку на тот момент уже закончилась государственная программа развития малых городов и по каким-то обстоятельствам остался негазифицирован единственный наш поселок Паричи, который отнесен к категории малых городов. Поэтому, собственно, в этом строительстве газопровода была проблема газификации большей территории и большего количества домовладений, чем агрогородок Козловка. Поскольку он находится на транзитной этой трассе, поэтому сегодня активно уже ведется газификация в Козловке. А, по сути дела, мы этим решением создали условия для газификации и в городском поселке Паричи. Ну, Чирковичи — это особая территория для меня, это школа, где я работала учителем, директором школы. И, по сути дела, все последующие годы моей работы проходят при поддержке и этого учреждения, и жителей этого населенного пункта. Поэтому у меня, наверное, личная ответственность, особая ответственность перед ними за те вопросы. Ну, и окна, которые удалось нам заменить, по сути дела, это не ради красоты, а решение проблемы теплового режима, который стоял перед этой школой на протяжении много лет. Конечно, не может быть работа депутата эффективной без такой постоянной связи и получения обратной связи от своих избирателей. Как часто от людей звучат вопросы, важные не для их семьи конкретно, а для развития всего региона в целом? Ну, мне кажется, еще, наверное, не до конца осознают граждане нашей страны о своих правах и полномочиях в отношении использования представительных органов власти. И поэтому, конечно, в основном люди идут чисто с личными проблемами. Отчасти это проблемы касаются и тех процессов, которые происходят у нас в государстве. Например, как шла активно приватизация жилья, оформление собственности, земельных участков. Поэтому, понятно, у людей возникают вопросы, и депутат чем может быть полезен? Это правильная консультация, правильное разъяснение процедуры решения или рассмотрения этого вопроса. А так, конечно, основное это беспокоенность за свой дом, за свою квартиру, за свой двор. И у меня из всех обратившихся, конечно, это чуть больше десяти обращений, которые поступили за время моих полномочий в отношении того, чтобы пересмотреть или изменить, или добавить, или усилить действующую законодательную нашу базу. Ну что ж, может быть, какие-то интересные предложения прозвучат прямо сейчас. Наши корреспонденты поинтересовались мнением жителей Светлогорска о перспективах развития города. Давайте посмотрим. На меня, как любого автомобилиста, волнуют проблемы с дорогами. Да, у нас дороги более или менее хорошие, но хотелось бы, чтобы с каждым годом они становились все лучше и лучше. То есть устою совершенствовалось дорожное покрытие. Как-то более они становились лучше во дворах. Хотелось бы, наверное, побольше рабочих мест в нашем городе. Строится сейчас новый завод, поэтому в связи с этим мы возлагаем большие надежды на то, что появятся новые рабочие места для людей. Еще как молодая мама, мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городе опять появился парк, в котором можно было бы играть за детьми, вместе с семьей выходить в выходные и отдыхать. Парка нет, большая проблема. Нету парка, ну как бы детям негде развлекаться. Парк детский вернуть хоть в каком-то виде, государственный, по государственным ценам желательно, потому что остались вот только вся альтернатива, частные горки. Бассейн, может, еще один достроить, спортивные площадки какие-то, открытые для детей, некоммерческие. Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе появился современный какой-то огромный кинотеатр, в котором можно было бы смотреть фильмы 3D-форматы, 5D, чтобы были удобные сидения и, кроме этого, какие-то зоны отдыха для компаний, да, с креслами удобными, чтобы обязательно в кинотеатре было кафе. Вот. Кроме того, хотелось бы, чтобы в дворовых территориях появилось больше детских площадок. Ну, они есть, конечно, но не на всех микрорайонах. Может, в школах какая-нибудь для девушек гимнастическая? Ну, что-то такое развивающее. А, кстати, хотелось бы театр еще, его у нас нет в городе. Вы знаете, я из России только вчера приехал. Мне очень все нравится в вашем городе. Очень прекрасно все, очень. Люди очень гостеприимные. Спасибо вам большое, белорусам, за прием, за все. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Галина Васильевна, вот, насколько уже мы знаем, многие идеи жителей Светлогорска очень созвучны с вашим мнением. Я хочу сказать, что да, я разделяю все те взгляды и те предложения, которые прозвучали сегодня с экрана. И должна сказать, что они действительно обсуждаемы и в молодежной среде, и среди жителей по месту жительства. Поэтому понятно, что люди как-то уже обобщили свои пожелания. И мы уже и в начале нашей передачи, и по ходу нашей передачи о некоторых моментах говорили о том, что, конечно, сегодня перед местными органами власти, при содействии всех, в том числе и депутатского корпуса, конечно, найти те возможности для того, чтобы решить те проблемы. Я должна сегодня сказать, что никто категорично ни одну из этих тем не отклоняет и не отвергает. Ни в кабинетах районного исполнительного комитета, ни среди общественностей. Поэтому сегодня должна сказать, что даже и мнение жителей уже ушло дальше. Не на предмет того, что дайте нам парк, не на предмет того, что мы хотим, а вы нам этого не создаете. Сегодня в трудовых коллективах очень рациональные предложения звучат. Как объединить усилия и возможности всех поучаствовать для того, чтобы благоустроить наш город. И для того, чтобы он был более привлекателен для жизни, для отдыха и для работы. И в социальных вопросах ведь тоже сегодня инициатива местных граждан все чаще проявляется. Именно опыт Светлогорского района вы как-то приводили в своем интервью, говоря о проблеме искоренения иждивенчества в обществе. Где в Светлогорском районе работает специальная комиссия, которая занимается подобными вопросами. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какие изменения в социальной сфере, в пенсионном обеспечении сегодня являются актуальными в нашей стране? Я бы, наверное, этот вопрос разделила на три группы в соответствии с возрастом. Если говорить о детях, то у нас, наверное, очень важная проблема это социального сиротства. Что, по сути, дело в современном обществе, в том виде, как мы уже, чего мы достигли, по сути дела не должно было быть. Если говорить сегодня про трудоспособное население, то это уже звучало вот из уст жителей нашего города. Конечно, это время продиктовало свои проблемы и вопрос занятости, создание новых рабочих мест. Это наиболее обсуждаемые вопросы, задаваемые. И сегодня, наверное, они вызывают обеспокоенность многих жителей, не только нашего региона. Если говорить о старшем поколении, то в части социальной жизни я не могу не назвать проблему брошенных или оставленных без опеки наших стариков. И в том числе, конечно, что касается и пенсионного обеспечения. Над чем, собственно говоря, сегодня и работают. И парламентарии, и профильное министерство. И должна сказать, что звучал такой наказ или такое пожелание в прошлую выборную кампанию, что если вы станете депутатом, то донесите, почему сегодня трудовой вклад наших граждан разный, а пенсии, по сути, все потом получают одинаковые. Поэтому, пользуясь случаем, хочу проинформировать, что над этой проблемой активно работает Министерство социальной защиты. Разработана система доплат за максимально выработанный стаж. Она заканчивает свою, так скажем, апробацию на практике. К сожалению, мы не можем сказать, что вот прям с первого дня это какие-то значительные суммы доплат. Но вместе с тем, доработав и досовершенствовав, и уже внеся все неучтенные моменты, мы можем рассчитывать на то, что при сложившейся экономической благоприятной обстановке всегда можно увеличить это количество базовых величин к той пенсии тем гражданам, которые максимально выработали свой стаж. Поэтому общество в целом не стоит на месте. Оно развивается, и понятно, что решение одних проблем уже обозначает новые проблемы, новые ставят задачи, и это, на мой взгляд, бесконечно. Ну и поднимает одновременно нас на какой-то новый уровень. Конечно. Уже менее чем через два месяца состоится главное политическое событие этого года – выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли в избирательном кодексе? В чем особенности этой избирательной кампании? Больших особенностей или больших изменений в нынешней избирательной кампании мы, конечно, не сможем продемонстрировать или увидеть в силу того, что абсолютно маленький временной промежуток в этот раз у нас получился между выборами президента Республики Беларусь и выборами в Национальное собрание. Но нашим созывом, вот пятым созывом, отработана нормативная наша база. И когда мы готовились к выборам президента Республики Беларусь, мы существенно переработали наш избирательный кодекс. Чтобы было понятно, о чем идет речь, было внесено более 200 поправок. И я никогда не соглашусь, когда говорят оппоненты там или извне мнение, что в Беларуси ничего не меняется. С момента принятия избирательного кодекса 7 раз мы возвращались к его содержанию. Понятно, что на начальном этапе это были незначительные изменения. Они касались каких-то отдельных моментов. Но в 2013 году и потом в начале 2015 года мы существенно доработали и внесли даже абсолютно новые статьи. Они касаются и избирательного фонда, они касаются и процедуры проведения агитационного периода. Поэтому сегодня, по сути дела, все мы вместе нарабатываем эту практику недавних изменений. Но и с другой стороны, я сошлюсь на мнение Лидии Михайловны Ермошиной, которая, комментируя вот это «давай, давай, давай, новое, 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 чуть не каждый день», когда она сказала, что закон — это не тот документ, который переписывается. Ну, может, я уже так немножечко еще добавлю от себя, утром, днем и вечером. Это главные наши документы, которые требуют вдумчивости, которые требуют очень скрупулезной работы. И, по большому счету, все предложения, которые звучат особенно извне, наши зрители должны понимать, что мы это все принимаем к сведению, но работая над нашими законами, в первую очередь мы преследуем нашу национальную безопасность. То, чтобы это в первую очередь не навредило нашему государству, чтобы это все было понятно нашим гражданам. Вот, поэтому мы, конечно, идем своим путем. Мы ссылаемся на свои традиции, уже сложившиеся за многие годы. И даже того периода советского это тоже уже внесено, внесена большая лепта в наше понимание, в наше сознание. Вот, поэтому последние рекомендации, которые были оставлены по итогам выборов президента, Республики Беларусь, я так их делю на три группы. Часть вопросов через постановление Центральной избирательной комиссии будут отражены вот на этой кампании. Это подходы к формированию избирательных комиссий, это организация работы наблюдателей, и сам процесс наблюдения за выборами будет более совершенным. Часть вопросов отнесется вот уже к работе над совершенствованием законодательной базы. Ну, и что касается Конституции Республики Беларусь, то мы понимаем, что здесь уже требуется особый подход, потому что Конституция это референдум, и это общенародное голосование за эти поправки. Поэтому вот сказать, что мы уже вот в этой кампании увидим абсолютно какие-то ноу-хауы, но и с другой стороны, это не те процессы, где можно экспериментировать, менять, отказываться, опять возвращаться. То есть вот задача стоит создать равные условия для всех, и организаций, и для организаторов, и для участников этого процесса, и чтобы они были понятны всем. Галина Васильевна, а как бы Вы ответили на вопрос, почему нужно прийти на выборы? Я считаю, что наши граждане должны понимать, что это есть самое их непосредственное участие в управлении нашим государством. И когда мы игнорируем и отдаем это право нашим соседям, друзьям, и говорим, что нас это не касается, мы просто, наверное, до конца не осознаем той роли, которая отведена каждому из нас. Потому что в общем результате мнение каждого отразится на тот качественный состав нового нашего созыва национального собрания. И поэтому это вот тот момент, когда я бы не делегировала это право другу, право там близкому родственнику, и, наверное, лёжа на диване и говоря, что у нас всё плохо, и не делая даже этого, да, не принимая участия даже в этих процессах, наверное, ну и морального права нет давать тогда оценку тем решениям, которые приняли другие. Поэтому вот в моём понимании, почему мы должны быть едины, сплочённы и принять каждое участие и разделить, конечно, в итоге ответственность за вот конечный результат. Галина Васильевна, к сожалению, время, отведённое нам в эфире, уже истекло. Я благодарю вас за сегодняшний диалог. Спасибо. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Филиппович была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова